ребят привет сегодня мы вам покажем две модели которые захватывают рынок минивэнов это honda freed и honda shuttle и обе они гибридные ребят я думаю honda медленно но верно захватывает рынок минивэнов shuttle есть гибридный гибридный полноприводной просто бензиновый honda freed очень интересная машина также есть полноприводная версия есть honda jade которая более приспособлена под перевозку пассажиров чтобы им было удобнее сзади вот эти раздельные сиденья очень интересная фишка также большой минивэн у них есть это honda step wagon который с 2017 года также идут на гибриде а раньше были только полторашки очень красивые минивэны очень технологичные в салоне красивые и все это делается на роботе на моторе лэп гибридная установка на 22 киловатта honda вообще молодцы делают стильно технологично и красиво рынок и ребят туда же смотреть нечего шаттлы построены на базе фитов gp5 то есть здесь мотор лэп 110 сил робот 22 киловатта honda freed все-таки у него немножко устаревшие технологии здесь у нас мотор лэа 88 лошадей гибрид и вариатор если вас во фриде смущают вот эти все гибридные технологии вы можете купить либо полный привод там идет автомат полторашка 118 лошадей либо вы можете купить просто передний привод там также 118 лошадей но будет вариатор я не знаю меня не смущает вариатор потому что сейчас современным машиной и у вариатора вообще нету проблем но нам звонят люди и до сих пор беспокоятся о вариаторах я не знаю почему надежной технологии покупать оригинальный пробег если вам нравится шаттл но вас все равно смущают вот эти гибридные установки 22 киловатта как его обслуживать хотя в этом нету больших проблем у шаттлов очень большое разнообразие то есть в гп седьмом это у нас полторашка мотор лэп на 110 лошадей робот 22 киловатт на гибридная установка также есть полный привод 110 лошадей робот и 4 воды через кардан также есть варианты без гибрида будет 132 лошади будет вариатор передний привод и точно такая же версия полторашка 132 лошади 4 воды через кардан на вариаторе у шаттлов прям есть что выбрать ребят я считаю то что honda наняла очень правильных людей в отдел дизайна все современные honda fit и шаттлы фриды аккорды степ веганы даже маленький honda n веган они все красивые даже бюджетной комплектации все равно очень красивая оптика жесткости кузова решетки колеса целом дизайн у honda просто бомба если вы живете не на дальнем востоке и вы поедете на любой из этих машин другие водители будут смотреть вам свет и завидовать вашей машине так хочу вам показать шаттл здесь как всегда современной honda все хорошо запуск кнопки мы когда сюда ехали меня немножечко сначала напугало но потом я через переводчик сделал перевод и мне индикация компьютера показывает рисует мне ключ и батарейку и написано красным я сделал перевод и там написано чувак у тебя севшая батарейка в ключе поменяю это очень круто в тойоте да вообще просто у тебя не открывается тачка и все ты открываешь так с механического ключа honda блин такая мелочь но это очень круто ну и как всегда даже на уровне ключей этот брелок хочется постоянно крутить держать он тяжелый пластик хороший какие-то стеклянные элементы все добротно так уже наверное фирменная подсветка синего цвета приборной панели как всегда у нас дублируется вообще что у нас робот в каком там дэшка эрка элька что у нас происходит во время езды зарядка либо расходование батареи экономия рисуются елочки ну и компьютер нам показывает наш расход откуда идет энергия наши там хорошие показатели средний расход сколько мы проедем часов в общем все стандартно все приятно также вот сейчас вот зеленый круг да у нас заглох бензиновый мотор он сразу же нарисовал зеленый круг то есть вам цветом машина показывает что происходит сейчас и также везде если вы топите то у вас либо вы там как-то экономить и либо вы вообще стоите то есть у вас будет меняться световая подсветка шаттли у нас присутствует сенсорная печка сейчас они везде ставят отклик хороший не переживайте зимой даже минус у вас все будет реагировать у сидений нету подогревов нету продув фирменный их джойстик который идет на всех машинах у которых есть робот кнопка спорт достаются весла и машина начинает гребсти машина построена на базе фита поэтому не ждите здесь супер крутых материалов все-таки это масс-сегмент но они делают этот масс-сегмент очень качественно и стильно сзади посадка очень хорошая удобно можно выдвинуть подголовник на нужную высоту хочется отметить материал сидений здесь он какой-то такой полу велюр какая-то такая вот мохнатая тряпка но не велюр очень удобно вообще не скользишь я думаю даже зимой в холодный салон очень приятно будет сесть на нее и летом даже когда тепло я думаю на ней тоже приятно сидеть чем могут похвастаться не все минивены универсалы это ровным полом здесь шаттли он у нас делается очень ровным и в принципе кидаешь матрасик и даже с ростом 180 можно здесь спать сидушки передние отодвигая максимум вперед и все вы можете спать ночевать в этом прекрасном автомобиле давайте посмотрим фрида внутри здесь у него конечно такой немного аскетичный дизайн салона у него здесь селектор прям вот такой вот не робот еще все-таки первое поколение фрида я отнесу немного к фиту гп первому то есть это только зарождение гибридных вообще технологию honda ну и соответственно дизайн немножко вот он пересекаешься у инсайда у фита предыдущего второго поколения вот и фрит попал сюда же так давайте запустим здесь у нас такой обычный ключ без какого-либо стекла но для 2012 года нормально у нас здесь есть барашек который запускает без стартера мотор и вообще напоминаю тем кто думает то что в якутии в хабарске минус 30 вы не будете заводиться вы будете заводиться потому что у вас бензиновый мотор заводит электромотор в любой мороз здесь такая прямая панель можно даже что-то поставить сюда и очень удобно что рядом с лобовым вы видите скорость и вообще все данные опять же что у вас происходит с агрегатами они заряжаются разряжаются скорость обороты даже есть холодное масло у honda никак у тойот гибридных то есть у тойот не показывает что у вас масло холодное она предлагаете ехать сразу так как там большие батареи стоят у хонды батарейки маленькие поэтому вам будет показывать холодное масло поэтому их нужно греть простая печка магнитофон все стильно единственно селектор да не очень как бы современно выглядит но я прощаю этой машине потому что в целом остальном вся торпеда красивая и шкаф рида это то что у него вы из ключа можете открыть задние боковые двери ну и также тут через ручку это можно сделать вроде бы мелочи да но в тойоте в оксе ног вы можете найти такое в самых топовых комплектациях там обычно одна альфард волфайр у вас обе двери электрические в сиренах вы можете найти тоже самых топовых комплектациях которые стоят на миллион миллион плюс а здесь у нас фрит который стоит в принципе от 700 тысяч стартует гибрид 11 12 года и можно найти вот такой очень приятный бонус открывать с кнопки и не надо силы дергать эти двери второй ряд сидений разделен туннелем также здесь он капшообразные здесь тоже там регулировки все есть два подлокотника и в принципе на дальняк очень классно ехать посадить людей на третий ряд и у вас собранный он в этот момент то его раскладывать наверное удобнее даже чем встаете в принципе все второй ряд двигаем вперед садимся на третий ряд и мы получаем мы получаем очень удобный третий ряд что всякие семиместные альфы ты сидишь там вот здесь просто вообще царь если вы едете на третьем ряду в африде у вас есть подлокотник у вас есть подстаканник у вас есть ваша окошечка прав не открывающиеся у вас тут еще хоть там фильтра продувы в общем вы вообще не обделены если у вас еще есть кейс на крыше у вас там закинуты какие-то там не знаю вещи там удочки какие-то лыжи то в принципе у вас в салоне чего не лежит пакетов никаких не мешков вы очень себя комфортно чувствуете на третьем ряду ощущение отъезды на шаттле они такие же как и honda fit gp5 как переключается робот все то же самое как и на фите то есть вы чувствуете передачи вы чувствуете тягу потому что здесь 22 киловаттная гибридная установка и тягу реально чувствуешь на фите гп первым где была 10 киловаттная установка и у вас на маленьких скоростях gp1 подкручивал колеса здесь гибридная установка работает более вовлеченно и поэтому здесь вы получаете хорошую тягу как-никак 110 лошадей здесь плюс гибрид и вы едете прям нормально робот дает вам динамики то есть это не вариатор который все делает плавно здесь вы можете прям где-то с кем-то даже со светофор зарубиться когда садишься во фрида с шаттла и вообще с технологий которые применяются в гибридных фитах шаттлах визелях то есть это 110 лошадей мотор web ты сразу чувствуешь то что фрид вообще не тот у него 88 лошадей и он не едет то есть и я думаю это ввиду настройки мотора то что они с полторашки всего лишь сняли 88 лошадей то что здесь небольшая гибридная установка и но и вообще эта машина побольше чем конечно фит гп5 вот и в сумме вы получаете небольшую тягу обычная гражданская езда но если вы на трассе обгоняете какую-то фур у вас есть кнопочка с выдвигаются весла и машина начинает грипсти очень мягкая машина в общем если вы не гонщик если вы не закладываете свои автомобили в повороты на 120 130 то этот автомобиль вам очень понравится даже не с очень тиговитыми агрегатами ребят я знаю то что вы хотите уже узнать цену на эти чудо технологии от honda смотрите honda shuttle начинается от 750 тысяч это за гибридную версию просто бензиновые со ста тридцатью двумя лошадями также начинаются от 750 пробег в районе сотни но все равно нормальной машины которые можно себе купить фрид просто бензиновые года где-то там 14 13 даже не проходные начинаются от 600 тысяч рублей за такие деньги нужно еще поймать гибридной версии начинается от места в самой простой комплектации какие-то полноприводные фриды вообще стоят 880 900 тысяч рублей то есть но представьте вот эта машина на полном приводе которая может ехать по песку по снегу да это же золото но поэтому она и ценится в общем в принципе доступные цены у тойоты вы можете купить что-то там альфу филдер но я все больше склоняюсь и наши сотрудники все менеджеры советуют людям кто звонит по тойоте обратить внимание на honda очень интересные технологии красиво стильная технологично еще и за такие же деньги как дает посмотрев уже немало honda я прихожу к выводу что эта компания компания honda они прям собирают фокус группы какие-то ну там целевая аудитория этих машин там примерно грубо говоря от 20 лет до 40 лет прям берут там тысячу две три человек и прям задают вопросы ребят вы что хотите какой дизайн они говорят мы хотим такой дизайн на тебе дизайн они спрашивают что хотите сидя за рулем какие кнопки в день должны быть какие там селектор автомата там коробки они говорят мы хотим вот это honda на те хотите убрать третье место третьего ряда уберем вот так вот действует компании которые ориентируем на потребителя вообще вот honda прям рекомендую эти автомобили обратите обязательно них внимание и наши сотрудники наши менеджеры кто звонит у кого не хватает бюджета постоянно предлагают какие-то альтернативы лесос не хватает на денег на шаттл купите fit shuttle они стоят там в районе 600 тысяч рублей можно взять хороших шаттлов если у вас все-таки есть там 750 800 тысяч обратите внимание на этот автомобиль если вас большая семья вы хотите ездить все-таки с более высоким потолком больше комфорта третий ряд который не позорный на который можно пригласить кого-то посидеть для переехать даже в другой городе это 200-300 километров вам человек не будет вылазить там с несгибаемыми там коленями там и жаловаться блин больше с этим чоком никогда не поедет такого не будет это комфортабельная машина еще и на двух электро дверях вот поэтому звоните нам вообще подскажем что можно купить за ваш бюджет порекомендуем скажем какие над машины покупать какие не надо покупать подскажем на что обратить внимание в автомобиле которые продаются в россии и если вы на них все-таки у вас нет бюджетов привести из японии мы вам подскажем на что смотреть как проверять может быть поможем и даже посмотрим на аукционе продавалась ли эта модель и вообще скручены ли у нее пробег в общем звонить подскажем ребят пока компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля а